Подружки, доброе утро! Смотрите, что у нас утворится. Снег выше колена, и у нас настоящая-настоящая зима в Санкт-Петербурге. Я вот тут как-то вчера, по-моему, смотрела на все это дело и понимала, что как-то рушится мой план в очередной раз, поскольку 21 числа мы запланировали с Грантиком лететь в Ригу. Ну, как бы полететь в Ригу, это вроде как и не проблема. Но в силу того, что машина остается здесь, я лечу вдвоем с Грантом, и план был лететь с нашей Дуной, то есть это мое автокресло. Ну и, конечно, у меня без проблем, я ее качу туда, я ее качу сюда, ровно так же, как я ее катила вот все время, собственно, с рождения Гранта. Это просто супер автокресло, колясочка, которая вот прям меня спасала, выручала во всех ситуациях. Но здесь я понимаю, черт, что мне делать? Я же по этим сугробам не смогу ее не катить ни туда, ни сюда. И сейчас я вот сижу и думаю, как нам лететь? Рэм, скажи, подружки, привет! Привет! Ну, в общем, сейчас у нас в целом ситуация уже такая, что Дуна у меня постоянно установлена в машине, и когда мы с детьми отправляемся куда-либо то ни было, я гружу детей в коляску. Ну, как правило, это Грантик в люльку, Рэм за ручку, но прогулочный блок тоже я устанавливаю на свою бугабу коляску. И вот мы на колясочке все топаем до парковки. Там я детей гружу в машину, коляску гружу в багажник. Грантика, соответственно, я сажаю в автокресло, ну и, в общем, мы отправляемся. И с парковки домой то же самое. Всех гружу в коляску и вперед. Благо, она у меня двойная. Но как-то я не представляю, что вы полетете в Ригу с коляской, просто потому, что мне там нужно автокресло. И, следовательно, скорее всего, все равно эта дуна, ну, придется ее, там, не знаю, в руках понести, наверное, в те моменты, когда будет невозможно прокатить ее по снегу, поскольку колесики все-таки маленькие, да? А вот бугабушка наша справляется отлично. Ну, смотри, какой у тебя трактор. Невероятной красоты. И подъемник огромный. И палета у тебя с дровами тут есть. И мяч поднимает, ну, просто. Кстати, Арс мне приволок домой какие-то яйца динозавра. И их нужно помещать в воду. И через, там, пару суток из них вылупляются динозавры. И вот такая вот, вот такая вот хрень вылупилась. Просто наиотвратительнейший динозавр какой-то вот прям. На кухне у меня были две миски с этими динозаврами. Я уже массажистке своей рассказывала, что я чувствую себя как в кунсткамере. Вот этот уродец вылупился. И еще один, но второй посимпатичнее. Зеленый динозаврик. Ну, короче, вот. Такое развлечение у нас было от отца. Будь здоров! У нас тут вот такая вот тусовка. Сидим все, тусуемся. В общем, Грантик, на самом деле, он преуспел. И брата своего обогнал. Помните, я все в младенчестве Рэма жаловалась, что Рэма у меня спит по 20-30 минут. Этот, блин, спит по 3 минуты. У него такие, знаете, супер-пауэрнепы, когда человек 3 минуты поспит, и глаза как 5 копеек открываются, да? Ну, скажи, у меня дела поважнее, чем спать. Мне тут нужно обсусоливать, обмусоливать свои руки. И вот это вот все. Короче, человек жаждет тусовки и общения. Ровно так же, как и второй человек жаждет тусовки и общения. Ну, а матушка тут принялась за работу. Смотрите, чем я тут занимаюсь. Наконец-то готовы наши фотографии из грудничковой фотосессии. Я тут принялась составлять свою фотокнигу. В детской пресс, как обычно, я загружаю все свои фотографии. И, в общем, пытаюсь понять, как лучше их разместить, чтобы у меня получилась красивая фотокнига. Так что сейчас буду пытаться, насколько это возможно, загрузить все фотки и эту книжку составить. Мне единственное, что нужно, до конца еще решить, какую я хочу книгу, маленькую либо большую. Ну, на самом деле, наверное, большую, потому что большая она все-таки, ну, я не знаю, это первая книга Гранта, первые его фотографии. И мне кажется, ровно как и Рэму мы делали, нужно и Грантику сделать вот такие вот большие книги и туда поместить все первые фотографии первого его года жизни, потому что смотрится это все очень-очень круто. И за Рэмом я часто наблюдаю, он с большим удовольствием эти книжки листает и как-то анализирует, узнает игрушки свои. Как только он там, например, где-то видит своего кота Джека, то он тут же за ним бежит и пытается его найти и показывать, что вот, кот Джек тут, кот Джек там. И, в общем, он очень-очень любит эти книжки листать. Ну, я думаю, что у Грантика будет ровно такая же история. Кстати, он увидел здесь вот эту каталку, и маме пришлось с балкона ее доставать. Вот мой двухлетний ребенок с этой каталкой тут носился. А, вот, его кот Джек, вот именно про этого кота я говорила. Он его как видит, сразу бежит и ищет в игрушках, где его котик. Ну, короче, я все-таки думаю, что первые книги буду делать большие, а маленькие уже потом, когда у нас наберутся дополнительные фотографии, можно там за каждый месяц сделать и так далее, и так далее. Ну, и к Новому году бабушкам нашим тоже сделаю по фотокниге. Они очень любят его фотографии. Ну, а вам, подружки, сейчас покажу, какой получилась наша фотосессия. Да, Грантик? Давай, показывай подругам твои фотографии, какой ты прелестный гномик у меня был. А что ты там сделал? А что это такое, котенок? У тебя там на матике Гранта прям склад. Ну, в общем, вот так используется в основном наш грудничковый мальчик. Я не могу, Рэм, у тебя все хорошо там, котенок? Ты хорошо себя чувствуешь? И сейчас уже, кстати, когда Грантик вот растет, уже 60 сантиметров человек, я вот прям смотрю на эти фотки и дико счастлива, что все-таки их сделала. Так что, подруженцы, кто из вас сомневается делать грудничковые фотосессии или нет, обязательно делайте, потому что они вот прям очень-очень прикольные. Ну, ладно, давайте смотреть фотографии. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Кто это? Папа! Это папа! А это кто? Это мама! А где Рэм? Где Рэм? Вот, маленький Рэм. Ну да, сейчас мы Грантику тоже будем фотки делать. Ну что, подружки, классные же фотографии, правда? Такой он гномик, я не могу. Такие нежные, они классные получились. Так что, нашей Маше огромное-огромное спасибо за то, что она сделала нам такую фотосессию. Информацию всю ищите в описании моего видеоролика. А у нас что сегодня еще? У нас сегодня еще грудничковый массаж. Тут сегодня у нас все грудничковое прям. Придет наша Саша. У нас, по-моему, последние два раза массажа остались. У Гранта уже великолепные успехи. И он очень-очень круто уже держит голову. Уже намного меньше она поворачивается в одну сторону. И в целом массаж, ровно как и Рэму, помогает очень хорошо. Я думаю, что мы еще обратимся к мануальщику либо остеопату. Посмотрим. У нас как раз-таки есть наш добрый друг, детский мануальщик, чтобы он посмотрел и позвонки, и шею. В общем, поставил на место все, что не на месте. И разобрался с тем, что у нас не так. У Рэма, кстати, два позвонка выступают. Это после массажа мы тоже обнаружили. И Рэма тоже к мануальщику обязательно нужно будет отвезти. Да? Ну, а сегодня массаж для тебя, котенок. Ну, и, может быть, маме тоже перепадет. Да? А еще мы сегодня поедем плавать. Так что у нас план такой серьезный. И физический труд. У Гранта массаж, у Рэма плавание. На улице, правда, жутко-жутко холодно. Но мы будем стараться быстренько добежать до машины, до плавания. И там хорошенечко, конечно же, после занятия просохнуть. Ой, ты боже! Кто у меня тут чихает? Просохнуть, остыть и обратно быстренько домой. Благо, у нас парковка прямо дома, поэтому сильно по улице нам возиться не придется. Так, а у нас еще приехали наши подгузники Black Rabbit. Человек тут уже строит башни из них. Я вот тут что решила? Я решила в этот раз взять размеры побольше уже малыша. Грантику, значит, я взяла размер М. Размер М это 6,11 килограмм. А что касается Рэма, я Рэму решила тоже взять размер побольше. Он у меня пользовался XL. А сейчас я взяла для него XXL. Вот так вот он выглядит. Это 15-28 килограмм. И по нашим коробкам я смотрю, у нас какой-то в этот раз такой папин, наверное, выпуск. Все коробки, они с изображением папы и малыша. Очень прикольно вообще. Я люблю эти упаковки Black Rabbit. По размерам они отличаются, естественно. И там разные фотографии. То мама с малышом, то папа с малышом. В этот раз у нас вот прям папина башня вот такая вот вышла. Ну, зайка, смотри, у нас одна коробка осталась. Давай башню строить, поднимать коробку. Так, давай в ту сторону, зайка. Вот в ту сторону. В ту сторону. Здесь мы с Грантиком будем сбоку наблюдать, а ты в ту сторону давай тарань свою башню. Ну вот. Полетело все, полетело. Так, вообще мне очень интересно посмотреть, как выглядит у них XL трусики и как выглядит М-ка. Сильно ли она отличается от С-ки? Потому что тут у нас обычно размер в размер и хочется сравнить С-ку, которую мы сейчас пользуемся, и М-ку. Кто там, зайка? Кто на коробке? Кто это? Папа и малыш. А где малыш? Вон малыш, да. На коробке папа и малыш. А где мама? Покажи маме. Вот она мама, правильно. Ну и вот, подружки, вот наша С-очка, наш белый подгузник, которым мы сейчас пользуемся. Сейчас будем сравнивать. Сейчас будем сравнивать с М-кой. Хочется смотреть, насколько отличается размер между М-кой и, собственно, нашей С-кой. Ну и вот, так они выглядят. М-ка, С-ка. Ну, размер, очевидно, отличается. И видно, что вот эта М-очка, она все-таки больше, чем С-ка. Ну и здорово. Будем смотреть, как это будет сидеть на попе Гранта. М-ка, к слову говоря, такой же мягкий, белый, прекрасный подгузник, который по своим, вот насколько я сейчас смотрю, свойствам и характеристикам вот ничем не отличается от С-очки, которую мы привыкли пользоваться. И что касается даже С-ки, размера, который вот-вот станет нам маленьким, я с Арсом делилась пару дней назад, и мы смеялись, я ему говорила, что я такое ощущение, что Гранта вещи и одежду всю меняю и стираю просто ради приличия. Вот матушка просто вот, знаете, порядочная, приличная мать, которая стирает вещи ребенка. А все потому, что они просто, эти подгузники, не протекают. То есть у меня еще ни разу не было за три месяца жизни моего ребенка, чтобы протек этот подгузник. В то время, как я помню, с Рэмом подгузник протекал достаточно часто. То есть это ночные взрывы, которые происходили в подгузнике. Ну, понятное дело, пока меняешь фонтанами, все выходило. А в случае вот этого подгузника вообще ничего. Даже во время кормления, когда ребенок лежит на боку, этот подгузник у него не протекает. И это очень-очень здорово. Надеюсь, что с большим размером будет Ром такая же история, и мы будем справляться прекрасно. Ну, а помимо того, что он не протекает, этот подгузник еще сказочно мягкий. Я вот уже, ну, не знаю, вот действительно три месяца ребенку, нисколько мы уже пользуемся, я вот не перестаю восхищаться как раз-таки мягкостью и всеми вот качествами этого подгузника. А белый он потому, что он изготавливается из хвойных пород дерева. И целлюлеза, которая добывается из этих пород, она натуральным образом получается белой. Следовательно, ее не нужно отбеливать ни хлором, ни другими способами. Поэтому этот подгузник натурально белый и очень-очень мягкий. Ну и, понятное дело, Грантик тоже сильно оценил этот факт. Попа у нас совсем не красная, опрелости нет, и чувствует он в этом подгузнике себя очень даже хорошо. Ну а ты, мой голубоглазый ребенок, глазки уже уставший, сейчас немножечко поспит и будем ждать нашу Сашу, массажистку, которая сделает нам массаж, да? Будем с тобой спать, а потом получать удовольствие. Да. Приехала наша волшебная Саша, да? Да, Грантик? К тебе Саша приехала? Да. Да, я привык. А еще подружки у нас сегодня массаж. Да, но сегодня какой день получается? Седьмой? На девятый. Девятый уже? Даже мне все кажется, что седьмой. Это просто, мне так кажется, что день не девятый, а шестой, потому что я Сашу отпускать не хочу. У нас тут конкуренция за ее внимание. Значит, она приезжает к Грантику делать массаж, а потом, когда Грантика массаж заканчивается, она делает массаж Рэму, а если Рэм еще отказывается, то перепадает мне. У нас тут как в царской семье, да? Я третья очередь на престол. Поэтому Рэму нейтрализовали. Да, Рэму сегодня нейтрализовали. Рэм спит. Я специально Сашу пригласила в два часа, зная, что Рэма не будет. Так что сегодня будет у меня счастье. Да, Грантик? И тебе. Так что наслаждайся и кайфуй. Уже ребенок улыбается, да, скажи? Уже ребенок улыбается, уже тебе нравится, да? Уже нравится массаж? Да. И шея хорошая у тебя. В общем, у нас грудничковый массаж. Мне кажется, у нас прям успех, потому что Грант уже очень хорошо его выдерживает, уже не так протестует. и шею хорошо держит, да? Все у нас исправляется. О, хорошо. Да, ровненько. Вот сейчас он смотрит налево, он так в основном направо смотрел, а сейчас налево. А что вы по поводу коленочек, вот суставов? Как так массировать, чтобы не навредить? Потому что многие говорят, что суставы нельзя, еще чего там нельзя. Смотрите, вот сверху, да? Я могу делать везде. Я умею. Ну да. А вот мы не умеем, поэтому вопрос. Почему говорят, да, когда вот гладите, да, раз, вы сустав не трогаете. Я трогаю сустав с внутренней стороны коленки и с внутренней стороны лодыжки. Я вот так вот растираю. Растираю. Делаю профилактику вальгуса. Вот. И восьмерку в пяточки, да? И пальчики. Восьмерку, вот пожалуйста, делайте восьмерку. Да? Я растираю уже, как мне удобно, каждому массажисту. Я растираю. Я люблю вот так вот к внутреннему краю стопы растирать. Это очень приятно ребенку. Немножко по-другому. Массажист может себе позволить вольности любые. Ну, а чтобы там по классике, да, почему восьмерочка? Да, потому что вот сюда вот нажимаешь, пальчики сжимаются. А вот сюда нажимаешь, на пяточку они раскрываются. Вот. И к мизинчику, видите? Ну, вот мы как раз таки массировали тоже еще внешнюю сторону стопы. Видите, он растопыривает сразу пальчики, потому что у него в животе он лежал, и ножка была повернута в внутреннюю сторону. Сейчас уже вроде нормально, да? Да. Сейчас она абсолютно не повернута в внутреннюю сторону. Значит, размассировали, да, с тобой? Да. Все правильно сделали. Молосы? Пяточка моя. Да. Ну, подруги, чтобы вы понимали, у нас такая идиллия, конечно, не каждый раз была. Потому что чаще всего, конечно же, младенцы на массаже кричат, плачут, орут. И, в общем, они сильно возмущаются и противятся этому процессу, поскольку, на самом деле, насколько я понимаю, что младенцы, они не испытывают такого кайфа от массажа, как их родители. Да? Скажи. И поэтому, особенно, когда массируют детям спинку, когда массируют плечики, ох уж, недовольство. Да, мы покажем. Да? Покажем, да. Но сегодня как-то... Конечно, плечики будут плакать. Ну, да. Так, мы делаем упражнение ногами. Раз. Прижимаем. Хорошо так прижимаем. К пузику. Вот так прижимаем. Видите? Я держу ее за коленочку, а за колень. За колень. Не прижимаю. Хорошо так прижимаю. Вот так хорошо прижимаю. Не бойтесь, там такое все мягкое, все подвижно. Не-не-не-не. Не расстраивайся. Это хорошая профилактика для животика, да? Газики все делаем. Да. Круговые движения – это профилактика. Да? Дисплазия. Да. Ой, ты. Для развития суставов. И также нормализует тонус. Тонус приходит в норму. Там независимо от того. Там низкие, высокие. Круговые движения очень хорошо. И для суставов, и для тонуса. А сколько по времени, по количеству делать, например? Ну, раз по 10 можно. Вот. Раз по 10 спокойно. Вот. И смотрите, я не одновременно их кручу, а ребенку гораздо приятнее и удобнее, когда одна ножка вытянута, я ее держу. Да, ты чувствуешь себя в моих руках? Хорошо чувствуешь себя? Вот. А одну ножку кручу. А когда две, им не очень комфортно. Бывает. Ну, у Грантика все прекрасно с суставами, поэтому посмотрите, какая красота. Ну, какова красота? А какова красота? Какова? А, щеки трясутся, да, щеки трясутся. Побежали, побежали. Попчики, от попчики. Тоже для нормализации тонуса. Да, тут идет также рефлексы в стопах, да, там всякие, наверное, окончания работают. Вот. Ой, рученьки тоже, да? Не самая любимая машина. Очень не любят они обычные ручки. Пейзаж, отметила, всегда чистая одежда, в белых одеяниях и чистая, да? Мне очень приятно, я вообще такой первый раз вижу. Даже вот и трогать приятно, и все. Все в нем прекрасно. И мягенько, и что самое, знаете, еще я отметила, что не остается следов на малыше. Да, вот это очень круто. Это очень круто. А значит, кожа очень комфортна. Да. Твои кожи очень комфортны. Это наши балак родители. Твои желатки. Так, что у нас с ручками? Ручки растираем с тыла. Опять, да, кулаки взял. Да? А держать за предплечье, да? Да. Я вкладываю пальчик и держу. За косточку креп плечи. Вот так. И растираю. И лопаточку сзади, сзади. Да? Ай, хорошо. Хорошо. Тебе сегодня даже в ручке нормально, да? Ну. Ой. Ой. Ой, ой. Все, все, все. Ого. Сказал, сказал. Ну вот, привет. А я сюда к тебе приду. А я сюда к тебе приду. Привет. Спасибо. Спасибо. Скорее. Да. Скорее. 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 Растираем тыл. Пописать тыл. Хорошенечко, хорошенечко. Да. Ну да. Хорошенечко. Ой, щи-щи-щи-щи. Видите, я беру, вкладываю пальчик, беру за предплечье. Потом тяну ручку на себя. Вот он ее выпрямил. И потом уже выпрямленной рукой делаю упражнение. Конечно, если у вас рука не идет у ребенка, вы этого не делаете. То есть ничего через силу мы не делаем, да? Я делаю, потому что у Грантика рука прекрасно идет. То есть надо почувствовать, это уже, как, доверяйте, так сказать. Забили ребенку, не кажется. Ну да. Вот он отпустил ручку, и тогда уже только взяли. Хопа. Ай. Хопа на себя. И можно, да, придержать за грудную клетку. И раз, два, три, четыре. Повозьму тесто. Бокс. Бокс. Да. С дачей давать всегда приятно, да? Бокс. Бокс. Полетела, полетела, полетела. Сейчас чуть-чуть пугается вот этот вот рефлекс, да, на раскрытии ручек. Они чуть-чуть пугаются. Могут заплакать детишки. Ну да. Ну вот у нас левая красивая. Уже, да? Красивая. Ну вот так. Ох. Тупого. Кто все обнимашки делает, да? Наверное, каждая мама умеет. А себя любимого. Как любят детки обнимать. Ой. Ну такой себя любимый, хороший. А такой вот сладкий-сладкий малыш. Паносик ко мне тянет. Малыша за ручки я поднимаю, да. А что вот с суставами? Самый большой страх, что можно с суставов вывихнуть и все так отнимать. Главное не дергать. Все, что плавно. Все, что вот. И вот, ну, надо чувствительность еще иметь, да. То, что. Вот он ручки вытянул. Я не тяну. Когда вот напряженные ручки я не тяну, да. Я же вытяну. Я тяну. И прошу, чтобы носик ко мне подтянул. В общем, за руки мамам лучше не поднимать, да. Чуть-чуть приподнять можно, да. Чуть-чуть приподнять, да. Чтобы малыш все-таки пытался тянуть носик сюда. Голобушку приподнимать, да. Да. Да, это молодец. Это все не смешно? Вот так. Сегодня все смешно тебе, да? Не все смешное. Смешное молоко сегодня пил. Такое смешное сегодня все. Тсс. Так. Коленочку. Ну-ка, кто поворачивается и головушку держит? Ты молодец какой! Ты посмотри, какой ты молодец! А ну-ка, давай! Опа! Ты такой молодец, Кран! Привет! Привет! Смотри наверх! Да! Какой ты молодец! Ну ты посмотри, ручку вынимай Да! Ой! Это какой-то кто поел недавно, да? Так, ну а вот куча мои соплечки Это самое-самое нелюбимое после ручек Да, вот что мама может делать от самой макушечки до самого конца попочки, которую надо помадить, потому что у детей спина считается в медицинском массаже до самого окончания попочки. А, то есть у них для массажа спина от плечей до конца попы. Да. То есть не делится на зонах. Это все спина. Да. Да. Ножки. Опа. Опа. Видите, да? Какая монтесори методика взять, потрогать всякого разного рода материала. Да, тут деревянная, скажите, тут деревянная, деревянная. Тут мягенькая. Да, что там еще? Побежали, 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 подушечку потрогали. Потрогали подушечку. Ой, какая подушечка классная, да? А можно даже побежать, побежать, побежать и холодное стекло потрогать. Опа. Опа. Вот это ощущение. А потом снова что-нибудь такое, да? Что-нибудь деревянное, да? Твердое. Твердое, но теплое. А более экстремальные всякие упражнения. Типа там, когда малыша на руках опускают вниз, наклоняться. Это мы показывать не будем. Просто ради того, чтобы мамочки сами этого не делали. Потому что это может делать только профессиональный массажист, да? Сегодня мы постарались показать только то, что мама в целом может и сама сделать. Немного понежнее, чем массажист, да? При помощи поглаживания. Смотрите, вот, халясь. Вот так вот, да? Выкачаться. Такое чудесное упражнение. Укрепляет и мышцы живота, да? Без шеи снимает напряжение. Ой, как хорошо, да? Ну, в общем, в целом у нас остался еще разок. Самая наша главная цель была посмотреть, что с ножкой, чтобы она была ровненькая. Шею укрепить, да? И, в принципе, тонус убрать, чтобы ручки посвободнее у нас были, да, котенок? Да, чтобы ручки раскрылись. Но они раскрылись и обратно закрылись. Ну, ничего, я скажу, поплакала, поплакала, поэтому и закрылись, да? Молодец! Няшечка! Ну вот, и самый кайф. После массажа запеленаться, прилечь и хорошенечко поспать. Поехали! 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 Продолжение следует...